В Кыргызстане журналистов Махабад Таджбек Кызы и Азамата Ищембекова приговорили к 6 и 5 годам тюрьмы. Соответственно, в Бишкеке огласили приговор по кромкому делу 11 журналистов. В Бишкеке час дня. Меня зовут Джебек Бегалиева. Начнем с самых последних новостей из Бишкека. Там Ленинский районный суд вынес приговоры бывшим и действующим сотрудникам редакции «Темиров лайф» и «Айтайдесе». Махабад Таджбек Кызы получила 6 Азамата Ищембеков в 5 лет лишения свободы. Айке Бишкекееву Актылика Капарову приговорили к 3 годам пробации. Остальные 7 журналистов оправданы за отсутствие состава преступления. Общего сына Махабад Таджбек Кызы и Булота Темирова суд постановил передать родственникам или в детский дом и оповестить об этом социальные службы попасть в зал заседания. Смогли только несколько журналистов. Остальные остались в коридоре. Вот как отреагировали на приговор сами журналисты и те, кто присутствовал на заседании. Обязательно будем апеллировать Бишкес и городской суд, так как я считаю, что данный приговор необоснован и незаконный. Как я ранее уже заявлял, вина Таджбек Кызы и Азамата Ищембекова, которые сегодня оставили под стражей и дали реальные сроки, не доказана даже в досудебном производстве и в ходе судебного слушания. Ранее гособвинение запросило для всех фигурантов дело по 6 лет лишения свободы. 11 действующих и бывших сотрудников Темиров Лайф задержали 16 января. Их обвиняли в призывах к массовым беспорядкам. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями. Новая волна рейдов против мигрантов проходит по всей России. Вместе с силовиками в них участвуют националистические организации «Русская община» и «Северный человек». Мариэл, к примеру, группы по поиску нелегалов побывали даже в известных барах и клубах. Националисты «Русской общины» проверили 5 заведений и обнаружили 15 нелегальных мигрантов. Однако они не уточняют, были ли иностранцы посетителями клубов и баров, либо их работниками. На кадрах, которые опубликовали активисты движения, видно, что издание насильно выводит мужчину. Кто он, мигрант или местный житель, которого могут подозревать в организации незаконной миграции, неизвестно. Сразу два совместных рейда националистов и силовиков в эти дни прошли и в Екатеринбурге. Активисты и полиция проверяли общежитие. На кадрах, как видно, на дороге стоят автобусы, которые, вероятно, приготовили для задержанных. Известно, что русская община и полицейские досмотрели 50 человек, 20 из которых доставили в отделение полиции. В русской общине заявили, что их депортируют. Отдельно активисты отчитались о рейде в железнодорожном районе Екатеринбурга, где находятся общежития мигрантов. Они сообщают о задержании 17 иностранцев, которые нарушили законодательство России. Всех их доставили в опорный пункт милиции. Задержанных депортируют, сообщают в русской общине. И также сразу два рейда националисты и силовики провели в Калужской области России. Они проверяли районы, в которых, по их словам, традиционно живут мигранты. Это улица Аксенова, железнодорожный вокзал, Киевское шоссе и общежития по улицам Маркса и Энгельса. Русская община отчиталась о составлении 25 протоколов по разным статьям. Проверки прошли и в других городах и районах Калужской области, Малоярославцы, селах Детчина и Куденова. Как сообщается, они обнаружили четверых иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Двое из них получили штраф и еще двое их депортировали. А это уже Сургут. Судя по кадрам, русская община и полиция побывала на одном из складов. Они заставили рабочих выстроиться в шеренгу и заложить руки за голову. А в Волгограде русская община совместно с другой националистической организацией «Северный человек» и полицией задержали несколько десятков нарушителей миграционного законодательства. Точно их количество не сообщается. Задержанных доставили в полицию для проверки документов. Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов опубликовал видео о задержании мигрантов в аэропорту Жуковский в российской столице. Подробности инцидента неизвестны. Комментирует кадр один из пассажиров рейса, которым, по всей видимости, собирался вылететь задержанный. Аэропорт Жуковский В Тюбинской области мигранты хотят контролировать работу силовиков. Журналисты УРАРУ со ссылкой на собственные источники с числа иностранцев пишут, что мигранты хотят создать аналог организации русских националистов «Северный человек», чтобы присутствовать силовиками на рейдах и следить за тем, чтобы полицейские не превышали свои полномочия. Собеседник агентства рассказал, что, по мнению многих мигрантов, силовики часто ведут себя очень грубо и применяют физическую силу при задержании нелегалов. Поэтому мигранты хотят отправлять в рейды своего независимого наблюдателя, который будет фиксировать нарушения со стороны правоохранителей. Источник также рассказал, что создать так называемую мигрантскую дружину иностранцы хотят в целях безопасности. По его словам, жители окраин Тюмени зачастую относятся к приезжим крайне негативно. Управление МВД по Тюменской области пока никак не отреагировали на предложения мигрантов. Такую же идею озвучили и в таджикской диаспоре Иркутской области. В местном управлении МВД поспешили опровергнуть информацию о создании дружины из числа мигрантов. Об этом пишет портал Твой Братск. Силовики отмечают, что год назад они провели встречу с представителями национальных диаспор, на которой объяснили мигрантам, что по закону в народные дружины власти могут принимать лишь граждан России. Депутат Михаил Матвеев, известный своими антимигрантскими высказываниями, пожаловался, что после теракта в Крокусе Госдума России приняла слишком мало законопроектов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране. Своё мнение он высказал в эфире ютуб-канала националистического движения «Русская община». Матвеев заявил, что до теракта власти принимали наоборот упрощающие миграцию законы. А за семь месяцев после трагедии в Крокусе, по его словам, Госдума утвердила всего две нормы, касающиеся мигрантов. Это законы о режиме контролируемого пребывания иностранцев. Матвеев заявил, что запрет для мигрантов покупать недвижимость и автомобили, пользоваться банковскими картами и регистрировать брак имеет экономический смысл. По словам депутата, в случае попадания мигранта в реестр контролируемых лиц, ему дадут предписание покинуть страну. Власти заблокируют для него базовые услуги и действия, что вынудит нелегалу уехать. В этом случае, подчеркивает депутат, Россия не будет тратиться на депортацию. Вот два законопроекта. И один законопроект, который был принят в первом чтении в отношении борьбы с фиктивными браками, в который на днях внесли поправку, как раз по инициативе Володина, увеличили испытательный срок, по которому проверяется, реальный брак или нереальный, с одного года до трех. Я полагаю, что, наверное, в ближайшее время он будет принят. То есть вот три закона. И пять внесены. А отклонено только моих законопроектов, наверное, штук 5-6-7. Ну и самое время напомнить, что если вы смотрите нас в Ютьюбе или в Фейсбуке, и при этом не находитесь в России, Белоруссии или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Тогда наши новости увидят еще больше людей. Именно так работает алгоритм Ютьюба. И напоминаю, что у нас нет цензуры, и мы говорим обо всем. Досрочное голосование на выборах в Нижнюю палату парламента и местные органы власти Узбекистана пройдут с 16 по 23 октября. Этой возможностью могут воспользоваться те граждане, которые в основной день выборов 27 октября не будут находиться по месту жительства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны. По данным ЦИК, в дни досрочного голосования избирательные участки будут работать с 9 до 6 вечера в будни и с 11 часов утра до 5 часов вечера в выходные дни. Граждане за рубежом смогут проголосовать в диппредставительствах Узбекистана. Там участки будут также работать с 9 утра до 6 вечера по местному времени. Стран, в которых находится посольство. Также ЦИК организует голосование для тех людей, которые не могут самостоятельно прийти на участок более чем к 800 тысячам узбекистанцев с ограниченными возможностями прикрепить волонтеров. Кроме того, власти утвердили образец трафарета по алфавиту Брайля для заполнения бюллетеней и установили специальные кабины для голосования, которые оснащены оптическими лупами, дополнительным освещением для лиц с инвалидностью. Международные наблюдатели подавали свои заявки на аккредитацию через платформу ESILO. Процедура приема документов продолжается. На сегодняшний день в ЦИК аккредитовано 36 международных наблюдателей от следующих организаций стран. Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – 19 наблюдателей, ШОС – 2 наблюдателя, Межпарламентская ассамблея СНГ – 2 наблюдателя, ЦИК Российской Федерации – 2 наблюдателя и по одному наблюдателю из Великобритании, Латвии, Литвы, Франции, Индии и Японии. На этих выборах узбекистанцы должны избрать 150 депутатов Законодательной палаты Оли и Мажлиса, 65 депутатов Жокарки Кенеса Каракалпакстана, а также депутатов областных и районных советов. Общее количество кандидатов – около 30 тысяч человек. Они представляют все зарегистрированные в Узбекистане партии – Экологическую, Народно-демократическую, Узли ДЭП, Мили Текланиш и Адулад. После предыдущих выборов в миссии ОБСЕ заявили, что в стране не было условий для политической конкуренции, власти также не дали объединиться в партии оппозиционным активистам, заявили наблюдатели от организации. Проекту «Настоящее время» в этом месяце исполняется 10 лет. За это время мы превратились из маленькой редакции в большое СМИ. Сейчас «Настоящее время» – это круглосуточный телеканал, сайт, популярные аккаунты в соцсетях и несколько каналов на Ютюбе. А еще «Настоящее время» – это вы, наши зрители, читатели, слушатели, подписчики. Мы хотим не только сказать вам спасибо, что остаетесь с нами, но и узнать, почему вы нас смотрите или читаете. Напишите нам, а мы постараемся озвучить самые интересные комментарии в эфире. И это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в нашей вечерней программе с Шавкатом Тургаевым. Всего вам доброго. До свидания.